Коллеги, коллеги, здравствуйте! Я очень рад вас приветствовать на нашем третьем SOC-форуме. Это большое мероприятие. Каждый год количество участников растет. Если на первом SOC-форуме мы планировали, что будет 200 человек, собралось 400. В этом году мы планировали, что будет 1200-1500 человек. Регистрация перешла через границу 2500. Это круто. Мы растем и растем мы вместе с темой SOC, вместе с темой защиты от киберугроз. И прежде чем начать нашу сессию, прежде чем начать нашу дискуссию, я хотел бы на эту сцену пригласить моего соведущего, я бы даже сказал соучастника, человек, про которого говорят, что в профессиональных кругах, что там, где он садится, вокруг него образуется конференция по безопасности, профессиональный журналист и мой хороший друг Олег Седов. Игорь, спасибо большое за добрые слова. Для меня действительно все очень важно и приятно слышать, тем более при свидетелях сказано, тебе же не отмажешься. Но я буквально на одну секунду появлюсь на этой сцене, чтобы напомнить, как я выгляжу. Потому что моя миссия сегодня, она, во-первых, как журналиста, как главного редактора сообщества БИСы и журнала безопасности деловой информации, заключается в том, что я считаю, мы пришли сюда не только послушать спикеров со сцены, но и пообщаться. Вот я буду в зале, и я буду голосом зала, который будет вопросы задавать спикерам из зала. Если у вас такие вопросы появятся, милости просим. Микрофон с посветкой в центре зала. Игорь, а тебя оставляют непростые ситуации с этими монстрами на сцене? Олег, спасибо. Я буду, на самом деле, выступать на стороне наших уважаемых регуляторов, наших лидеров рынка и отстаивать их точку зрения. И роль же Олега будет голосом из зала задавать острые вопросы, задавать неудобные вопросы, задавать те вопросы, которые наиболее интересны профессиональному сообществу. Недавно прочитал новость, что Конгресс США не нашел следов русских хакеров в президентских выборах. О том, как было на самом деле, мы не будем выяснять на нашем форуме, а поговорим о нашей национальной безопасности, от защите России от киберугроз. Если говорить серьезно, оборачиваясь на прошедший год с предыдущего СОК-форума, хочу сказать, что в России произошло очень много. Этот год стал, за те 20 лет, когда я работаю в области информационной безопасности, этот год стал принципиальным и поворотным. Во-первых, тема киберугроз, тема кибератак, она вышла на первый план, она видна на уровне первых лиц государства. И вообще, говорят, драматически возросло напряжение во внешнем поле. Очень часто уже тема кибератак, информационных атак является инструментом политического давления. И вот эта конфронтация, это противостояние начинается в первую очередь с киберугроз. Второй момент, который в этом году произошел, это по России прокатилась, по России и по всему миру прокатилась волна таких массовых киберэпидемий, которые затронули и частный, и людей, и частный бизнес, и крупные корпорации. И хочется, люди по-разному оценивают, что было и как мы на это реагировали. И кажется, что мы отреагировали на эти атаки, в общем, хорошо и неплохо выстояли. Олег? Я согласен с тобой, что год был стрессовый. Отрасль подверглась странным мощнейшим атакам. И если бы речь шла о нашествии инопланетян с Марса или каким-то атакам иностранных спецслужб, я бы мог это еще понять. Но отрасль вздрогнула от сценариев, которые были развернуты по винтажным уязвимостям. И испытала сильнейший шок. Если это не позор, не мега стыд для всей отрасли, то попробуйте меня в этом разубедить. Да, я согласен. Невозможно рассматривать каждую конкретную кибератаку, что какой-то непонятный инженер, админ не пропатчил сервер. К сожалению, тот масштаб угроз, который был нанесен этими атаками, требует к ним относиться как к индикаторам состояния здоровья нашей отрасли, готовности к реагированию на эти атаки. Это мой первый вопрос, в первую очередь к нашим регуляторам, которые стоят во главе движения по защите России от кибератак. Как они оценивают нашу готовность к защите от такого рода атак? Причем они были несложные. Как мы защищены и что мы делаем, чтобы Россия была защищена от такого уровня угроз? Игорь Федорович, хотел этот вопрос первым обратить к вам. Спасибо большое. Действительно, этот год был таким знакомым. Случилось много неприятностей в области кибербезопасности. Как можно оценить нашу готовность к этому, если, как вы только что сами сказали, неприятностей было доставлено много? С одной стороны, можно ответить легко. Мы в этом году приняли закон о безопасности критической инфраструктуры. Но это вместе с тем и наш минус. Мы к этому закону шли пять лет. Если бы мы его приняли года три-четыре назад, то, может быть, последствия в этом году были бы совершенно другими. Говорит ли это о том, что наша отрасль, отрасль кибербезопасности совсем находится в плохом состоянии? Наверное, нет. Это говорит о том, что жизнь ставит перед нами новые задачи, новые высоты, на которые наша отрасль должна уметь подниматься. И нам кажется, что те законодательные инициативы, которые сейчас будут реализовываться, начиная со следующего года, будут способствовать тому, что отрасль приобретет соответствующую динамику, и безопасность станет динамичным процессом, как и должно быть в современной информационной эпохе. Виталий Сергеевич, как в СТЭК реагирует, смотрит, как Вы оцениваете вообще уровень нашей защищенности, готовности, и какие вызовы каким действиям с Вашей стороны, со стороны Вашего ведомства приводят? – Спасибо, коллеги. Я, в первую очередь, хотел бы всех поприветствовать на мероприятии сегодняшнем. Мероприятие очень интересное. Я надеюсь, что обсуждаемые вопросы позволят, значит, немножко приподнять уровень, еще немного приподнять уровень безопасности информационной в первую очередь. Что касается задаваемого вопроса, и вот по атакам, которые были отмечены, я бы отрасль бы так совсем не оценивал, только на всю отрасль в целом, на основе вот этих инцидентов, которые, конечно, масштабные, печальные, произошли. Я бы отрасль разделил бы на две составляющие. Первая – это те, кто предоставляют услуги и продукты, и те, кто реализуют безопасность на местах и реализуют определенные меры. Что касается тех, кто предоставляет услуги и продукты, в принципе, мы полагаем, что реакция и вообще работа организации и лиц, ну, по нашим оценкам, на таком удовлетворительном уровне в отношении таких вот приведенных инцидентов, конечно, я сейчас рассматриваю. А что касается тех, кто должен реализовывать и тех, кто принимать меры по безопасности, вот здесь нас, конечно, произошедшие инциденты несколько расстроили, потому что, как Вы правильно отметили, инциденты, которые произошли, они использовали, ну, те методы и подходы, то есть там ничего нового не было, ничего таких сверх каких-то методик применено не было, но, тем не менее, масштабы и по тем системам, которые должны быть защищены в соответствии с установленным законодательством и требованиями, он все-таки, конечно, значительный. Поэтому я бы в первую очередь охарактеризовал это невниманием со стороны защитников, тех, кто обеспечивает информационную безопасность, к тем и нормам, и тем, значит, рекомендациям, указаниям, которые дают в том числе соответствующие органы и адекватное реагирование тем угрозам, которые сегодня есть. Спасибо большое. Артем Михайлович, как банковская сфера, как Вы оцениваете Вашу территорию, Вашу банковскую отрасль? Насколько она была готова к такого рода атакам? Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, если оценивать указанные инциденты, то я бы все-таки, в отличие от Виталия Сергеевича, сказал, что нас эта ситуация порадовала, поскольку атаки вот этих шифровальщиков для банковской отрасли прошли, что называется, в фоновом режиме. Даже не очень крупные банки, которые фактически не могут уделять большого внимания информационной безопасности, и то подобные атаки сумели отразить, и реально по финансовой системе существенного, вообще фактически никакого ущерба эти атаки не нанесли. Из чего мы, собственно, делаем очень простой вывод. Базовые требования информационной безопасности, то есть вот те самые элементарные требования, которые должны реализовываться в каждой организации, они в банках реализуются. Если говорить более серьезно, то действительно погружаясь немножко в то, как реализуется информационная безопасность в тех или иных финансовых организациях, а мы сейчас можем это делать, поскольку и количество проверок, и качество этих проверок стало совершенно иным, вот над этим нам еще предстоит работать. То есть как регулятор мы хотели бы сосредоточить свое внимание не на тех атаках, которые были когда-то, а на тех, которые еще только планируются, исходя из того анализа, который мы можем сейчас делать на основе сбора информации, на основе той информации, которой с нами делятся кредитные организации, и на основе того мониторинга, которые мы делаем по вообще другим источникам. Артем Михайлович, в чем отличие? Есть отрасли, которые были сильно затронуты вот этими не очень сложными атаками, есть банковская сфера. Это успех регуляторов, успех нормативной базы, успех подготовки кадров. Что, с Вашей точки зрения, явилось причиной вот такой готовности? Ну, я бы сказал, это очень серьезная работа с разных сторон. С одной стороны, нас, как регулятора, который достаточно серьезное внимание уделяет информационной безопасности в финансовой сфере вообще, начиная от разработки стандартов и рекомендаций, кончая требования, установленных в нормативных актах и в законодательстве. С другой стороны, это серьезная работа в самих финансовых организациях, поскольку для большинства из них информационные системы – это основа жизни, ничего другого у них просто нет. И нарушение работоспособности этих систем – это, соответственно, нарушение работоспособности бизнеса. С третьей стороны, я считаю, что это очень важно для нас, это очень плотное взаимодействие финансовой отрасли с иными регуляторами, с правоохранительными органами. Вот, собственно, Финцерт, который в банке, в центральном банке работает, достаточно плотно взаимодействует и с Госсобкой, и с МВД. Это позволяет нам получать информацию, например, о событиях, которые могут характеризовать какую-то, так скажем, подозрительную активность на ресурсах кредитных организаций и оперативно об этом их уведомлять. То есть выстраивание вот такой вот цепочки реагирования на события для нас является крайне важной задачей. И на сегодняшний момент это реальный инструмент, который позволяет предотвратить серьезный инцидент. Да, то есть говоря о возможностях по защите, защите от современных угроз, говоря о том, на многих профессиональных конференциях, более кулуарных, более закрытых, мы обсуждаем, как противодействовать этим угрозам. И ощущение такое, что сейчас современные службы информационной безопасности находятся под давлением, имеют два таких вот серьезных вызова. Вызов первый – это действительно динамика внешней среды, это постоянно появляющиеся новые уязвимости, новые виды атак, постоянное давление снаружи. И второе – это изменения, которые постоянно происходят внутри самой организации, в IT-ландшафте. Когда новые информационные системы появляются, в новые релизы появляются несколько раз в день, на периметр выставляются те или иные службы и сервисы. И все это требует от безопасников другого уровня реагирования и другого подхода к защите, защите через управление изменениями. И ядром вот такого управления изменениями являются Security Operation Center и вообще говоря, функция того, о чем говорил Артем Михайлович, функция по мониторингу, по контролю защищенности. И это одна из тем нашего форума. Но до сих пор, спустя прошло три года, мы продолжаем обсуждать, что же такое СОК. Если на первых форумах мы обсуждали это теоретически, каким может быть СОК, какие функции на него могли бы быть возложены, то сейчас, по прошествии трех лет, мы уже имеем мощные, хорошо работающие, профессиональные центры кибербезопасности, центры мониторинга и реагирования на атаки. Я хотел обратить свой вопрос Сергею Лебедеву Сберегательному Сбербанку, крупнейшему банку страны, который построил один из мощнейших центров кибербезопасности. Что же такое СОК, Сергей? Что вы вкладываете в это понятие? Действительно, я хотел бы обратиться к началу сегодняшнего мероприятия, к ролику. Очень интересно была озвучена фраза, что на сегодняшний день СОК – это алхимия. Туда мы помещаем технологии, людей, процессы. Встряхнули, получили СОК. Вот каждый автор, каждый руководитель делает эту процедуру. И у каждого, несмотря на то, что компоненты более-менее одинаковые, получается совершенно разный результат. Почему это происходит? Действительно, мир технологии, бизнес, происходит большую волну трансформации. У нас появляются и новые технологии, новые вызовы, новые угрозы. И на сегодняшний день происходит только понимание того, что мы закладываем в СОК. Ведь обратите внимание, не существует на сегодняшний день открытых процессов, подобных ITSM, ITIL в области безопасности, в области операционного управления безопасностью. Почему? Мы пока не готовы. Мы пока понимаем, как управлять, что такое безопасность операционная, что такое управление на стратегическом уровне, как их увязать между собой. Что такое сегодняшний день современный СОК с точки зрения технологий? Набор информационных систем. Это прежде всего, конечно, CEM, TI-платформы, системы мониторинга, средства защиты. На сегодняшний день в большинстве случаев они не увязаны, и стоит огромный вопрос, и может быть даже научный, технологический, технологический, как вывязать эти все компоненты между собой. В безопасности существует два традиционных подхода. Управление требованиями, хорошо нам известными, с которых безопасность начиналась. Ну и второй подход – управление рисками. Я думаю, что управление рисками в современных условиях, в современном состоянии IT, именно тот вектор, который должен создать фундамент для строительства современных СОК. Сегодня управление рисками, в общем-то, как процесс, процедура – понятная вещь. Но на стратегическом уровне управляются одними рисками. На уровне управления мониторингом угроз, уязвимостей – это совершенно другие процедуры. И на сегодняшний день мы думаем, что Security Perception – это как раз тот элемент, который увяжет все риски информационной безопасности, риски бизнеса, единый контур управления и создаст универсальный механизм управления безопасностью в одном центре. Спасибо. Максим, вы представитель коммерческой компании. Я знаю, что вы строите, построили свой Security Operation Center. И уверен, что подход у вас к функции СОКа должен быть. Ну вот Сбербанк – большой игрок рынка с большим финансовым рычагом. Но коммерческая компания, частная компания – это должна использовать какой-то прагматичный подход, который направлен, не хочу сказать, на извлечение прибыли, но такой тропинка к прибыли должна быть короче. И вот та практика, которую вы имеете при построении СОКа. Что такое СОК? Какие функции на него возлагаются? Спасибо, Игорь. Добрый день, друзья. Безусловно, мы за бизнес. И прагматика стоит в том, что то, о чем мы говорили еще три года назад, что такое СОК, это в первую очередь мониторинг, реагирование, уходит в прошлое. Вот вроде еще никто не сделал там своего СОКа подчас, и впереди смотрит и выбирает решения, технологии, подбирает людей. А стоит уже другая парадигма, что нужно проактивный СОК. Потому что реактивная реакция на информационные угрозы, она не отвечает ни парадигме, ни потребностям любого из бизнесов, которые вы здесь представляете. И вот таким образом можно развить, мы видим, что сейчас одним из основных компонентов СОКа является анализ потенциальных угроз. Мы называем это киберразведка. Регуляторы, я думаю, конечно, могут к терминам прицепиться. Возможно, это киберконтрразведка, да, но еще хуже. Но в любом случае, когда мы говорим о том, что в СОКе должны быть люди, аналитики, которые уже анализируют глобальные угрозы, которые, используя легальные средства, так или иначе ищут средства, которые могут под ним ударить в ближайшей перспективе, это да, это вот уже текущий день и текущая потребность любого СОКа. Ну и вторым аспектом прагматики я бы назвал то, что количество компаний, которые могут себе позволить СОК, оно крайне невелико. Я в первую очередь говорю о, допустим, средних компаниях, которые подчас не имеют средства для защиты своих инфраструктур, информационных систем. Вот нормализация и получение источников данных для центров, даже пусть маленьких, собственных центров, либо для того, чтобы подключиться к коммерческим СОКам, это вот сейчас тоже является такой вот серьезной задачей для большинства служб информационной безопасности компаний. И для того, чтобы говорить о СОКах в этих компаниях или подключении к услуге СЛОКа, надо, конечно, говорить о том, что необходимо серьезно поработать над источниками информации, которыми потом вы будете управлять, на которые вы будете реагировать. И безопасность этих ваших инфраструктур, информационных систем, безусловно, должна быть в какой-то систематизированном виде или в виде, в котором можно реагировать, можно противостоять и противодействовать любым угрозам. Максим, а что такое, я ждал вот такого футуристичного ответа, скорее, от Сергея, да, а что такое вот это вот предупреждение, какая-то предиктивный СОК? Ведь помните, какой-то был такой фантастический фильм, по-моему, назывался «Особое мнение», когда три каких-то там киберчеловека предсказывали, что сейчас вот этот вот преступник, точнее, вот этот вот человек совершит преступление. И, соответственно, его осуждали, потому что он в будущем мог такое преступление совершить. Максим, что такое вот это вот киберразведка? Ну, Игорь, я думаю, что ты забежал немножко вперед. Предиктивный СОК, это, я думаю, мы по этому поводу поговорим на следующей пленарке, в следующем году. А сейчас я говорю именно о проактивном. Проактивный понимается, что мы все-таки можем, можем легальными способами смотреть, что происходит в так называемом черном интернете, где так или иначе формируются команды злоумышленников, назовем их так. И, конечно, мы сейчас вот серьезно озабочены именно формированием команд, формированием источников, ресурсов и способов получения вот этого потенциальных уязвимостей, потенциальных атак, потенциальных вредоносов, которые, конечно, прилетят к нам буквально через неделю, через месяц, через год. И вот этот анализ – это то, на что мы должны уже готовиться в формировании наших действий, наших процессов, в обучении наших людей. Артем Михайлович, хотите добавить? Да, вот очень тема правильная на самом деле. Кстати, тоже связанная с госсобкой. Все ее ругают, а я на самом деле хотел бы ее похвалить, потому что наши с ней… Но я надеюсь, все-таки не все. Артем Михайлович, точно не все. Ну, хорошо, хорошо. Но, тем не менее, я все-таки похвалю, потому что вот наше с ними взаимодействие позволяет как раз реализовывать вот тот самый проактивный подход, про который сейчас говорим. В чем, собственно, он заключается? Может, он несовершенен, я не спорю, но тут дело не в этом. Анализ той ситуации, которую мы видим, заключается в том, что злоумышленник, попробовав на одном конкретном субъекте некоторый инструментарий, дальше его дотачивает и либо выбрасывает в продажу, либо, соответственно, активно начинает использовать в массовых рассылках. Наша задача заключается в том, чтобы суметь отследить вот тот самый первый заход злоумышленника, понять, что и как это работает и быстренько предупредить коллег в остальных организациях, с какой стороны ждать вот эту вот заразу. Вот наше взаимодействие с ГОСОПК иногда очень активно помогает реализовывать именно такой подход. Зная вектор, зная метод распространения, зная, собственно, окончательную цель и предупредив большинство участников нашего информационного обмена, а у нас на самом деле их сейчас больше уже 500 участников, мы достигаем очень важной цели. Фактически от момента начала действий злоумышленников время реагирования составляет у нас порядка от 40 до 90 минут, и через эти 90 минут практически все участники информационного обмена в курсе, с какой стороны ждать атаки. Другое дело, что они дальше с этим делают. Вот в этом смысле проактивность, она как раз и работает. А для того, чтобы она работала, для того, чтобы она работала вот на стороне и ГОСОПК, и на нашей стороне, и на стороне коммерческих церков, с которыми мы сотрудничаем, должна быть очень серьезная работа, как раз вот той самой Threat Intelligence, о которой здесь говорили. Сергей, да, добавите. Игорь, я хотел бы немножко оправдать свои надежды про будущее СОКов. Почему, несмотря на то, что вы просили об этом поговорить, почему не очень хочется об этом поговорить? Ну, несколько причин. Первое. Мы считаем, что основные затраты в СОКе на сегодня это не информационные системы, это даже не технологии, это процессы. И по своему опыту, мы уже более года ведем огромный проект в Бирбанке, знаем структуру затрат, и хорошо понимаем, что на сегодняшний день для нас важнее всего это процессы, это реагирование людей, это их поведение. Почему? Потому что у нас есть принципиально новые вызовы, которые зачастую даже консультанты вместе с нами не имеют, лучшие консультанты, с мировым именем, не знают, как нам помочь их решить. Мы вместе ищем решение. Ну, несколько хорошо известных вещей в качестве примера. 10 тысяч компьютеров, серверов, 300 тысяч рабочих станций. Нужно накатить патч, закрыть уязвимость. Как это сделать? Я не хотел бы там открывать все наши технологические особенности этой процедуры, но поверьте, этот процесс на таких объемах представляет огромную сложную техническую задачу. И причин к тому масса. Есть сервера, которые находятся в промышленной эксплуатации, есть сервера, которые в принципе нельзя выключать, есть различные среды, есть несколько сегментов сети, различные системы управления обновлениями. И я думаю, что на сегодняшний день есть очень много технологий, которые мы на самом деле с вами используем неэффективно. Все знают, что такое патч-менеджмент. Дорога от патч-менеджмента к управлению уязвимостью это огромный путь команды, который ему нужно пройти. Когда инженер будет думать не о том, что он закрыл уязвимость, накатив патч, а когда он будет думать, какие последствия он закрыл, внеся те или иные изменения в инфраструктуре. Или наоборот, открыв соответствующий прешик своими действиями. Поэтому каждое наше действие, которое мы сейчас делаем в части строительства «Восока» мы смотрим, прежде всего, с парадигмы управления рисками, о которой я упоминал. Дальше. Следующие нюансы. Мы прекрасно понимаем, какие технологии нужны. Это машин-леунинг, антифишиал-интежинтенс, это поиск предсказания поведения, лизер-бехавер-аналитикс и так далее. Все технологии мы с удовольствием сегодня расскажем на наших мероприятиях. Я не хотел бы за них заострять внимание. Но я вам еще хочу один пример привести. Мы обладаем огромными данными в своей структуре. Около 1 миллиарда событий мы собираем от наших элементов IT-инфраструктуры. Многие компании к нам приходят, мы вам поможем решить ту или иную проблему. Вот один из таких вопросов, который мы всем задаем, «Приумажаемые коллеги, вот наши данные, помогите нам, пожалуйста, в наших данных найти АПТ-атаку, существующий зародей, то, что мы не можем найти нашими традиционными подходами». Вот за два года этого упражнения приходили к нам, ну, порядка с десяток компаний, как российских, так и зарубежных. Никто ничего не нашел. Поэтому я думаю, что нам есть что улучшать, прежде всего, в хорошо известных технологиях, которые мы давно знаем, но, к сожалению, мы их неэффективно управляем. Поэтому, говоря о будущем, надо помнить, прежде всего, о нашей технической грамотности, технической подготовке, пониманием процессов информационных систем, пониманием особенностей средств защиты информации. Кстати говоря, о средствах защиты информации, современный межсевой экран, например, или любое другое средство защиты, имеет массу функциональных особенностей. И очень часто мы используем этот функционал на 10-15%, не больше. И часто это происходит. Почему? Потому что команда не в полной мере понимает, как применить тот или иной продукт в том или ином процессе, как его вывязать с IT-процессами, вывязать его с какими-то системами активного реагирования, системами с обратной связью, системами лутернификации и так далее. Поэтому, Дмитрий, будущее, безусловно, мы обсудим, но я бы хотел сказать, что ни в коем случае нельзя забывать то, что есть и давно существуют замечательные технологии, которым нужно в современных условиях относиться немножко по-другому, повнимательнее. Да, согласен. Сергей, а скажите, можете не отвечать на этот вопрос, а вот эти вот атаки One Cry, Пети и так далее, они как-то затронули инфраструктуру Сбербанка? Ну, для нас это тоже был такой своеобразный опыт. Ну, честно скажу, я узнал из новостей, что идет атака, значит, наш центр безопасности говорит, у нас ничего нет, все хорошо, мы перешли со всей страной в круглосуточный режим мониторинга. Да, мы видели попытки идти атак на какие-то элементы нашей инфраструктуры, но не центральные. Но что я хотел бы отметить, что нам не хватало? Несмотря на то, что мы, в общем-то, проповедуем такой образ коллаборации, открытости и со всеми участниками рынка, конечно, прежде всего и с нашими уважаемыми регуляторами, и с ОПКО, и с Финсертом, мы здесь находимся в прямой связи. Первое, что поразило, это тишина. То есть какие-то компании лежат, у каких-то все хорошо, но при этом нет обмена информацией. Тишина полная. И, конечно, там несколько часов, пока не было сэмплов для анализа, пока все наши внутренние и внешние подразделения Freed Intelligence находились в ожидании поиска этих сэмплов, конечно, очень не хватало какой-то нам, ну, если можно так сказать, руководящей роли кого-то, что скажет, мы главные, мы поможем, сидите тихо, или там, наоборот, спите спокойно, все хорошо. И поэтому вот выводы, которые в первые часы мы сделали, нам очень не хватало координации, коллаборации. Неспределенностью, что мы все увязали в один контур, были там, ну, порядка с 10 компаниями, с нашими поставщиками на связи, не хватало главенствующей роли. И я вот думаю, что в будущем, не знаю, может быть, Игорь Федорович, его подразделение, поднимут флаг и сказать, так, делай так, что мы главные, ну, или кто-то другой. Возможно, конечно, рынок сам должен эту ситуацию отрегулировать, может быть, появится какая-то уважаемая компания, которая скажет, в случае атаки, будет там, выдавать, там, целеуказание. Но вот это, пожалуй, один из главных выводов, которые мы могли бы сделать по атаке, по прошедшим атакам. Да, Артем Михайлович. Есть идеи, Я бы уточнил, на самом деле, потому что, да, вот чем интересны были эти шифровальщики, тем, что это была такая реальная практика, реальное учение, как в этой ситуации поступать. По вону края могу сказать, я напомню, в Российской Федерации распространение этой заразы началось в пятницу вечером, после уже, после 20.00. Соответственно, имея определенную информацию, вот бойцы Финцерта, несмотря на то, что это их выходной, да, их никто не заставлял это делать, они на месте были уже в 9 утра, к 11 часам было понятно, что происходит и как иметь, какое иметь взаимодействие с, собственно, с кредитными организациями. Значит, по кредитным организациям понятно, что большинство из них не работало в этот промежуток, в ночь, с пятницы на понедельник, но, тем не менее, информационный материал о векторах этой атаки у всех участников информационного обмена был уже, соответственно, в субботу, в середине дня. Аналогично, в субботу, в середине дня по поводу этой атаки было проинформировано руководство Центрального банка и в понедельник с утра председатель Центрального банка уже, соответственно, интересовалась, как финансовая отрасль вышла из этой атаки. Поэтому, насчет того, что вот где-то, где-то мы там что-то тормознули, наверное, да, наверное, имеет смысл реагировать на это гораздо быстрее. Но, поскольку вот таких вот масштабных, таких серьезных инцидентов на тот момент не было, тренироваться было практически не на чем. Ну, сейчас уже определенным образом научились. Еще раз хочу сказать, что время реагирования Церта на те или иные, финцерта на те или иные угрозы в среднем составляет от 40 до 90 минут в зависимости от проблемы, в зависимости от того, имеем мы какие-то источники подтверждения и можем ли мы, соответственно, перепроверить эту информацию. Потому что направлять непроверенную информацию по участникам информационного обмена это еще хуже, чем направлять ее там с определенной задержкой. Это фактически дезинформация участника информационного обмена и направление вот этих вот усилий по защите в другую сторону. Игорь Федорович, в защиту госсобки. На самом деле и по первому вирусу, и по второму взаимодействие с госсобкой было очень плотное и двухстороннее. Поэтому да, мы все-таки исходим из того, что корневым и наиболее значимым участником вот этого процесса реагирования в Российской Федерации должна и собственно так сейчас это и есть должна быть госсобка. Да, спасибо большое. Хотел бы вот вопрос про Сокер. Можно я прошу прощения? Может быть всем интересно, поскольку вопрос всех интересует время реагирования. Сбербанки время того, как мы узнали атаки и время, когда мы адаптировали наши средства защиты под мониторинг и блокировку этой атаки заняло 6 часов. Большую часть из этого времени мы находились в ожидании признаков компрометации. Вот может будет всем для планирования своих операций мероприятий понимание сколько у нас это время заняло. На самом деле здесь сегодня уже говорили коллеги, что признаки компрометации это то проактивное реагирование, которое вас ждет, конечно, это очень важный технологический момент в подобной роде защиты от таких атак. Спасибо. Да, я хотел бы сейчас тему Соков повернуть несколько в другую сторону, в сторону регулирования деятельности Соков. И, Олег, мне кажется, там были вопросы из зала на эту тему. Ты знаешь, я благодарен сцене, что она вспомнила, что у нее есть зал, а в зале есть микрофон и в микрофон есть какие-то реплики вопроса. Знаешь, Артем Михайлович, большое спасибо вам про былину про бойцов финсерта, это сильнейшее впечатление произвело, просто вот новая современная классика, как выглядит подвиг ибэшников. Я думаю, что можно будет даже снять фильм 28 сыщевцев на эту тему. Но то, что вижу я, Игорь, вот ты знаешь, мне кажется, четкий конфликт практиков сока и регуляторов. В условиях, когда темпы принятия решений не просто высоки, они подлецы еще увеличиваются. Мы видим какой-то вот неторопливые поступи регуляторов, которые пытаются цементировать угрозы. В результате у нас масса примеров, когда их инициативы теряли актуальность в момент принятия. Мне кажется, 21 век на дворе практика соков требует другого взаимодействия регуляторов с рынком, обществом, государством, бизнесом. Вот я этого пока не вижу. Игорь Федорович, ответите на этот вброс из зала. Во-первых, хорошая дискуссия развернулась о том, что такое сок, как он должен работать, но, во-первых, я не хотел бы здесь представлять организацию, которая единственное, что может сказать и спокойно дорогой товарищ. Что касается построения, вот напрашивается такое сравнение, в начале, ну, если так вглубь истории посмотреть, строились крепости, княжества, и было понятно, что построив надежную крепость, можно защитить себя от внешних угроз. Потом с развитием общества стало понятно, что одной крепости недостаточно, княжества стали объединяться, для предотвращения внешних угроз появились государства, которые стали защищаться. Вот есть такое ощущение, что в информационном пространстве, в деле защиты наших информационных ресурсов, должны происходить примерно такие же процессы. Вот сейчас вся безопасность построена на строительстве определенных крепостей вокруг своих информационных ресурсов. Вот те события, которые произошли, и вот то, о чем говорили, и по времени реакции, говорят о том, что построить крепость вокруг себя сейчас уже недостаточно. нужно, чтобы вопросы безопасности стали общими вопросами всего IT-сообщества. Мы, вот говорят, нам поздно, долго сообщали, мы долго ждали, откуда регулятор или там госсоб, как сейчас принято говорить, могла получить эту информацию о том, что происходит, только от тех, кто защищается. Если эта информация будет поступать, мы научимся ее обрабатывать, мы научимся строить прогнозы и выявлять по первым малейшим признакам какие-то болевые точки и доводить эту информацию до вас, до тех, кто защищает реальные объекты, мы будем считать, что функция госсобки выполнена и она начинает уже работать. На сегодняшний день мы делаем только первые шаги, к сожалению. Еще нет понимания у многих о том, что своими проблемами надо не бояться делиться. Да, со всеми нельзя делиться, нельзя об этом рассказывать в открытую, но нужно строить профессиональное сообщество, профессиональную соорганизацию, в которой бы эта информация циркулировала, обрабатывалась, из нее делались выводы, и эта информация помогала другим защититься и защитить себя от негативных последствий. Что касается неправильности общения, ну, понимаете, регулятор, ведь он живет не в безвоздушном пространстве, он живет в соответствии с законодательством. Законодательство это вещь очень такая неповоротливая, консервативная, которая требует больших усилий для того, чтобы ее хотя бы чуть-чуть подвернуть под требования жизни. Я вот уже сегодня говорил, закон о безопасности Киева, вроде ни у кого не вызывал сомнений необходимость такого закона, но прошло пять лет, прежде чем законодатель принял такой закон. Пять лет. Вдумайтесь в эту цифру. Мы могли бы построить и уже на сегодняшнем форуме говорить о каких-то результатах по защите критической инфраструктуры, если бы это произошло раньше. Но это реальность, в которой мы живем, и, к сожалению, вот так у нас общество устроено. Да, Олег, я поддержу. На самом деле современное законодательство, которое сейчас принимается в области защиты Киев, те нормативные документы, которые выпускаются по Госсопке, они принципиально отличаются от того, что было раньше. Сейчас, если почитать методические рекомендации ФСБ по Госсопке, так это не классический комплайнс, это требование не просто к существованию каких-то сертифицированных коробочек внутри информационной системы, это требование как раз к процессу. Олег? Ты знаешь, если помнишь, на первом сухфоруме дискуссии мы выдали формулу, что в России две любимых забавы – это революция и сертификация. И вот за три года, по-моему, ничего не изменилось. И я очень боюсь, что эти замечательные инициативы регуляторов, они приведут к соответствующим требованиям регуляторов внедрению двух-трех коробочек, а к реальной безопасности это будет иметь какое-то опосредованное значение. Вот пока мне нет уверенности в том, что это защита, а не имитация. Ну, я бы хотел сказать, что мы тоже этого боимся и мы надеемся на то, что мы совместно с сообществом IT-безопасности эту боязнь преодолеем, эту болезнь преодолеем и построим настоящую активную систему защиты. Ну, вот я общался с одним уважаемым федеральным чиновником, который отвечает за IT и за информационную безопасность, он где-то слышал, что есть такое понятие, как госсопка, и у него был подход примерно следующий, я подключен в интернет через одну точку, через РСНЕТ, сейчас я куплю какую-то коробочку, крашенную в красный и зеленый цвет с надписью госсопка, поставлю на вход, и это будет защита. Так все же, Игорь Федорович, что такое госсопка? Собственно, предыдущая реплика, вы на этот вопрос ответили, мы полагаем, что все-таки госсопка, хотя мы тоже, вот общаясь с определенными кругом людей, такое мнение слышали, что вот некоторые говорят, что они вообще уже госсопку построили, потому что у них стоит один сенсор, и на этом можно уже забыть обо всем остальном, и поэтому госсопка плохая, потому что этот коробочек, который они на входе поставили, никаких проблем не решает, а все остается как и было. Но на самом деле это действительно не просто техника, это процессы, процессы, которые нужно выстроить, и то, что Сергей Лебедь говорил, что эти процессы требуют выстраивания, причем выстраивания с учетом особенностей каждой отдельной организации, и с учетом тех требований, тех рекомендаций, которые мы будем стараться строить, обобщая ваш опыт в создании таких систем, наверное, вот, то есть это процесс, процесс жизненный, который должен быть непрерывным, который должен постоянно совершенствоваться, должен быть живым организмом, только тогда он будет приносить пользу. Сейчас в федеральном законе прописано требование по информационному взаимодействию с госсобкой. Когда подключение госсобки станет обязательным? Во-первых, давайте так, обязательным оно будет являться только для тех критических объектов, которые после категорирования будут отнесены к той или иной категории значимости, это будет обязательным. Обязательным это будет после того, как эти объекты будут откатегорированы, после того, как их категория будет принята, после этого наступит обязательность для владельцев этих информационных систем. Но мы бы хотели, чтобы это из обязанностей превратилось в потребность. Потребность не только тех организаций, которые так или иначе будут попадать под определение критических, значимых критических систем, но и всей критической инфраструктуры и даже больше того, наверное, все те системы, которые и не относятся к критическим, хотелось бы, чтобы они тоже приняли участие в этом, я бы сказал, движении Госсопка, но потому что по той простой причине, что эти системы, которые не попадают даже в понимание не только значимых, но вообще критических, являются объектом атак и в дальнейшем являются той головной болью, которая приходит от них захваченных, приходит в критический объект. Спасибо. Дарья Сергеевич, добавите? Да, я хотел бы несколько слов добавить. Я слушаю дискуссию, мысли такие мне навеяли, и вот Игорь Федорович сказал по поводу крепостей, которые мы там вокруг систем выстраиваем. Проблема первая, что в большинстве случаи мы не выстраиваем. То есть проблема, вот мы сейчас обсуждаем СОКи, обсуждаем центры мониторинга Госсопку как безусловно важный элемент, который помогает решить задачу безопасности, но он помогает решить, повышает ее эффективность, оперативность и так далее. Если субъект самостоятельно, владелец ресурсов самостоятельно не будет обеспечивать безопасность, выстраивать барьеры или препятствия в виде средств, каких-то элементов защиты, организационных средств, то все информирование, то, о чем сейчас обсуждается, оно бессмысленно будет, потому что элементы либо Госсопки, либо центра мониторинга, они ничего не увидят, они не увидят ни признаки какой-то вредоносной активности, ничего, потому что нарушитель пройдет сквозь ресурсы, если у него не будет на пути никаких преград. Это первый вопрос, и вот я сейчас скажу с точки зрения приведенных примеров по шифровальщикам, и, конечно, это будет касаться только сферы регулирования, которая в компетенции службы находится, но те системы, которые подверглись заражению вот этими вирусами, шифровальщиками, именно в проблемах защиты, были в первую очередь, в первую очередь. Теперь вопрос применительно к мониторингу реагирования на компьютерные инциденты. Вот здесь хорошо мы говорим по поводу времени реакции регулятора на инциденты, на события, которые происходят. А давайте мы другой посмотрим. Время реакции отрасли или владельцев ресурсов на требования регуляторов. Вот когда у нас появились первые требования по выстраиванию процессов, подчеркиваю, процессов по реагированию на инциденты, в 2013 году, я говорю сейчас опять за сферу, которая находится в компетенции службы, в 2013 году они, может быть, не были такие подробные, как часто начинают появляться, но они были. Процент внедрения и процент реализации этих требований единицы. Причин есть объективные, есть субъективные, но у нас получается, что и обратное, критикуют время реакции регулятора на события, но и отрасли точно такой же, собственно говоря, есть грех с точки зрения реакции на требования регулятора. почему мы в 2013 году не обсуждали активно эту тему, не внедряли эти процессы, если бы мы тогда, когда эти требования поднимались и вводились и обсуждались всеми, об этом заговорили, может быть, у нас и проблем с этого года компьютерных инцидентов было меньше. Виталий Сергеевич, а с Вашей точки зрения, почему вряд ли же все безопасники вы сказали, что проценты сделали, значит, 90% не сделали, это же не саботаж с их стороны, наверное, у них были какие-то причины, почему они не смогли, не поняли, почему они не удовлетворяют. У меня есть некоторые предположения, значит, ну, так как я говорю еще раз в сфере тех компетенций, которые у службы находятся, то это, конечно, в первую очередь госсектор. И здесь по нашему мнению возникает вот та проблема, которую частенько затрагивают с точки зрения формальных вопросов безопасности, бумажное слово не хочу говорить, когда все делают вид, что одни реализуют требования, вернее, одни заказывают услугу там и внедряют, а другие предоставляют эту услугу и тоже делают вид. При этом реально хочу сказать, что действительно выделяются у части организации и органов какие-то средства, но реализация этих механизмов, она значит, минимальная, то есть эффект от нее минимальный. Объясню, почему. Потому что, наверное, опять предположение, потому что вот мы сейчас обсуждаем кого? Банковский фитр, там, где это выражено в непосредственное... непосредственное потеревости... там, где это затрагивает непосредственно финансовую составляющую в первую очередь. У государственных структур, у государственного органа, у него с финансовыми всегда, ну, как бы с расчетом, как это материализовать или иные последствия, у него всегда проблемы. Поэтому финансовый сектор, ой, извините, финансовый сектор, государственный сектор по сути дела не может монетизировать и на сегодняшний момент нет понимания, а какие последствия, вот ванна Край и там Петя и другие, значит, вирусы, какие последствия в контексте ущерба были понесены. Да, произошло событие, кто-то там получил определенное изыскание, выбор, но этот вопрос никто не материализовал. И более того, вот мы сейчас обсуждали проект постановления правительства по порядку категорирования, где значимых объектов, где в качестве показателей определены по сути дела виды ущерба, материальные вполне как бы вещи, так ни у кого не оказалось практически расчетов и никто не смог сопоставить реалии и то, что предписывает закон. Это говорит о чем? Это говорит о том, что за исключением, за редким исключением в основном это финансовые, конечно, структуры, за исключением и службы безопасности и организации в целом не выстраивает взаимосвязь между возникновением компьютерного инцидента и реальными последствиями, физическими, так скажем, событиями. Как нам это кажется? А вот говоря про регуляцию, в том числе регуляцию работы соков, сейчас на первом сок-форуме, когда у нас была тоже пленарная дискуссия, задавался вопрос, а будет ли как-то регулироваться, лицензироваться деятельность Security Operation Центра. Тогда был ответ, который, конечно же, порадовал все профессиональное сообщество, поставщиков услуг, что зачем регулировать то, что сейчас само по себе неплохо работает, зачем усложнять те процессы, которые сейчас возникают. Прошло три года и в этом году мы получили еще один пункт, в лицензировании по линии ВСТЭКа еще один пункт, лицензирующий деятельность Security Operation Центра. Виталий Сергеевич, что изменилось? Первое, во-первых, мы не регулируем Security Operation Центра, это как бы один, мы регулируем, точнее, не мы, а законодательство регулирует определенные виды деятельности и услуги, а Security Operation Центр это все-таки какая-то организационная структура, ее никто не регулирует, это вот важное уточнение, это первое. Что изменилось? Изменилось, так как все-таки регуляторика, она определенная, имеет тоже сферы деятельности, на сегодняшний момент, по сути дела, количество участников, скажем так, по нашим оценкам, пока идет тенденция повышения качества организации, предоставляющих такие услуги. По многим параметрам, по многим параметрам, не только по, значит, тем критериям, которые там приведены, но в целом по параметрам. Поэтому мы при подготовке лицензионных требований и условий максимально учли все пожелания и все озабоченности тех лиц и тех организаций, которые либо планируют строить, либо строят. Поэтому мы полагаем, что и дальше эта тенденция будет идти на все-таки повышение качества организаций соответствующих. Игорь Федорович, скажите, планируется ли лицензирование, аккредитация ведомственных или корпоративных центров в Госсовке? Этот вопрос сейчас так или иначе муссируется в профессиональном сообществе? Уважаемые коллеги, смотрите, мы не хотелось бы, чтобы к лицензированию или к сертификации относились как к процессу, который нами навязывается только ради процесса. На самом деле мы хотели бы, чтобы через эти процессы те услуги, которые оказываются реальным людям, занимающимся реальной безопасностью, были качественными, и это главная задача. Что касается лицензирования или сертификации в ведомственных центрах мониторинга, то на сегодняшний день законодательство не предусматривает такой возможности и не дает нам, как регуляторам, такого права. Поэтому мы, конечно, сейчас думаем над тем, как мы будем контролировать деятельность таких организаций, которые либо услуги предоставляют, либо работают сами, потому что на базе той информации, которую мы будем от них получать, мы будем делать определенные выводы о состоянии безопасности и угрозах вообще для страны, должны делать выводы. И поэтому нам важно, чтобы эта информация была достоверной и как можно более полной. Поэтому, конечно, какой-то контроль за деятельностью таких организаций должен осуществляться, но на сегодняшний день законодательство такой контроль не предусматривает. Артем Михайлович, планирует ли Центральный банк как регулятор регулировать деятельность коммерческих соков, соков, которые предоставляют сервисы? Нет, он не планирует и не может планировать, потому что это не зона его ответственности. Вся компетенция Центрального банка изложена в нескольких законах и относится только к финансовой сфере. Поэтому говорить про соки мы точно совершенно не будем, но я бы вопрос завернул бы в другую сторону. Да, мы, кстати, в новой редакции 382-П, то есть это положение Банка России о защите информации при переводе денежных средств, делаем ставку на реальную защищенность и один из критериев выбора внешнего оценщика является наличие соответствующей лицензии в стеке ФСБ на проведение соответствующих работ. Это принципиальная позиция. Но я бы завернул вопрос в другую сторону. Здесь уже так вскользь про это упомянули, а на самом деле проблема гораздо серьезнее, чем она кажется. Это проблема качества выполнения этих работ и проблема не просто оценки этого качества, но и влияния на тех субъектов, которые эта работа оказывает некачественно. То есть фактически сейчас ситуация выглядит следующим образом. по формальным признакам лицензию получить можно, а вот за некачественное исполнение лицензионных работ отобрать эту лицензию нереально, просто. И мы эту тему обсуждали собственно с коллегами, обсуждали давно и возможно в рамках развития подзаконных актов и ситуации с сейчас критически важной инфраструктурой очевидно возможно вернуться к этому вопросу, либо с точки зрения внесения изменений в законодательство по лицензированию, хотя этот путь очень долгий и крайне сложный, либо в виде формирования каких-то иных инструментов оценки качества. Потому что на самом деле это проблема, проблема, которая с одной стороны создает сложности и тем, кто получает эти услуги и тем, кто их предоставляет качественно, для кого это хороший бизнес. А с другой стороны это некий такой вот инструмент для получения быстрых денег не очень так скажем квалифицированными и не желающими долго работать на этом рынке представителей. Я решить ремарку небольшой сделаю по поводу отзывов лицензии, меру воздействия в контексте мероприятий по мониторингу информационной безопасности. Здесь проблема не в том, что ее все механизмы законодательные по отзыву лицензии или по мерам воздействия в принципе существуют. Но как только мы пытаемся это сделать, сразу возникает вопрос. Между организацией и кому она предоставляет услуги есть такой договор и в принципе все качество предоставления услуг упирается в выполнение этого договора. Того самого СВ. Конечно. И если этот договор ничего себе не содержит с точки зрения вот этих качеств, то никаких мер упирается все потом, когда начинаешь разбираться в процессе некачественного выполнения работ, подводя их под невыполнение каких-то критериев или собственно говоря оснований, потому что в договоре там общие слова. И мы в прошлом по-моему или на позапрошлом форуме поскольку говорили о том, что так как все-таки центры мониторинга оказывают услуги на договорных основах гражданского законодательства, чем будет подробнее прописано условия и вот качество вот этих работ, их приемки, тем мер воздействия и обратная связь будет очевиднее и больше механизмов будет. Говоря про ответственность, по-моему, Олег был вопрос из зала. Ты знаешь, да, на самом деле ответственность наконец-то прозвучала и я ее бы стал трактовать в свете взаимодействия. Я полностью согласен с тем, что задача безопасности это проблема комплексная всех участников этого процесса. Но в этой ситуации наверное уместно поставить вопрос, что и ответственность неплохо бы разделять всем ее участникам и регуляторам и поставщиков услугам СОК технологий, а не только перекладывать по умолчанию на участников рынка. Это раз, реплика моя. И вторая, Игорь, у нас есть вопрос Руслан. Да, подожди, а давай вопрос ответственности он важен. Да, вот как вы это видите? На ком ответственность? Есть компания, есть владелец инфраструктуры, есть поставщик сервисов безопасности, есть интеграторы, которые предоставляют те или иные решения, есть вендоры, которые все это великолепие производят, есть регулятор, который диктует, как правильно защищать, на ком ответственность из всех этих участников за защищенность конкретного объекта? Владелец объекта, естественно. То есть денег у него нету, он заплатил, а ответственность осталась. Нет, нет, подожди, вот собственно владелец объекта имеет определенный бизнес, так? И он отвечает прежде всего за работоспособность своего бизнеса и никак иначе. в этой ситуации роли все достаточно хорошо распределены. Значит, регулятор, на мой взгляд, может нести ответственность тогда, когда он в своих нормативных документах не предусмотрел какой-либо из перспективных угроз. Да, за это мы будем отвечать. И мы, как центральный банк, от этого мы не отказываемся. И наша задача, собственно, в том, чтобы постоянно, периодически проводить вот тот самый мониторинг и правоприменительной практики, и реальные ситуации в банке, и всего остального, чтобы понимать, что происходит и как менять нормативную документацию. Если вы обратили внимание, то за последние несколько лет то же самое 382П поменялось уже несколько раз. Да, и почему? Да потому, что, собственно, мы его дотачиваем и с точки зрения реальной практики, и с точки зрения перспективных угроз. Вот за это мы будем отвечать. Виталий Сергеевич, добавите? Да, я добавлю, я поддерживаю. Есть обладатель ресурса, владелец ресурса, который несет ответственность за обеспечение его безопасности. Какие механизмы он использует? То есть привлечение сторонней организации или СОКа для решения задачи это механизм, то есть его инструмент, да, инструмент решения задачи безопасности. Если мы посмотрим на законодательную часть ответственности, то у нас, собственно говоря, все уже отрегулировано, здесь ничего нового нет. Между обладателя, у обладателя ресурсов, владельца есть обязанность, ну, в большинстве либо законодательная, либо продиктованная бизнес целями, значит, у него есть обязанность обеспечить эту безопасность, он привлекает на основе договора организацию, и это уже гражданский кодекс, и все отрегулировано, и ответственность между привлекаемой организацией и обладателем ресурса, это в рамках гражданского законодательства. Регулятор очень вот волнует, наверное, вопрос с регулятором, сам всех, больше всех волнует. И здесь Артем Михайлович совершенно правильно сказал, если понесен ущерб наступил в результате бездействия регулятора, отсутствие у него в нормативной базе каких-то требований, норм, недостаточных каких-то действий, он будет нести регулятор в ответственность, и она тоже установлена, и дисциплинарная, и соответствующие виды ответственности определены. Но только возникает процесс до ответственности мы никогда не доходим, потому что на всех этих звеньях у нас есть как бы проблемы в ее определении материализации в виде требований договора или ущерба. Максим. Да, ну, если мы продолжаем тему ответственности, хотелось бы сказать, что что изменилось-то за последний год? Так вот, вместе с законом 187, о котором мы сейчас много говорим, появилась ответственность уголовная, введены изменения в уголовный кодекс, и это уже серьезно, если раньше мы понимали бумажками закрывали административку, как принято говорить, или штрафы, то сейчас уже становится все серьезнее. И Олег правильно сказал о том, что формально не прописано в 187 участие соков в процессах. В процессе разделения ответственности. да, там есть субъекты, есть традиционный центр, но разумеется, именно договор с соком, именно партнерство, это то, что может каждый из участников рынка, может спросить с поставщиков услуг, но разумеется, уголовная ответственность, она предмет ответственности субъектов, ключевой информационной инфраструктуры. Да, Олег, у тебя еще был вопрос из-за Руслан, будь добр, вопрос тоже от 21 века. Актуальный. Представь, пожалуйста. Руслан Стефанов, специалист по защите СУТП. У меня вопрос связан с тем, что мы говорили сейчас, что основной ценностью сок центров является их проактивность, но одна из основных ценностей, то есть чем больше информации стекается в сок центры со всего мира, тем проактивнее он становится. Такие центры, ресурсы, могут располагаться где угодно, в Сингапуре, в Арабских Эмиратах, в Румынии или в Америке. С другой стороны, у нас есть оператор критической информационной инфраструктуры значимого объекта. Если он хочет воспользоваться таким опытом таких сок центров, которые имеют ресурсы по всему миру, какие условия ему нужно соблюсти, чтобы получить эти услуги, договорные условия, еще какие-то условия, вот в этом мой вопрос. Ну и обратная ситуация, возможно, когда наши компании, госкорпорации имеют активы за рубежом, соответственно, их тоже как-то надо будет защищать. Коллеги, актуальность вопроса в условиях импортозамещения просто колоссальны. Возможно ли использование нероссийских поставщиков сервисов по безопасности, Сергей? У нас АСУТП нет, я думаю, коллеги меня дополнят, но есть хороший опыт работы с подобными центрами, и эта работа для нас составляет такой критический участок работы, на который мы смотрим очень серьезно. Я немножко забегаю вперед, думаю, Госсопка в будущем станет таким поставщиком фидов для всех соков страны и мира, вот, я думаю, они об этом может даже еще не думают, но мы все очень надеемся, вот, уж если Госсопка объединит всех нас и начнет обогащать свои знания в уязвимости, ну, логично предположить, что эту информацию они будут делиться не только для объектов КАИ. Вот, на сегодняшний день поставщики, ну, мы называем там на Жангоре это фиды, да, информация о угрозах, вот, их много, и нет проблем работать с ними, в России есть такие компании, и, наверное, можно их назвать? Пожалуйста, конечно. И Касперский поставляет Positive Technologies, с кем мы активно работаем, и группы IB, и Bizon, наша дочерняя компания, здесь уже конкуренция есть между ними, но есть и поставщики, которые действительно расположены по всему миру, и, в общем-то, задача сока выбрать для себя надежного поставщика, и зачастую не одного, а нескольких, постоянно проводить анализ эффективности этой информации, проводить настройку правил, запускать соответствующие процессы в соке, у нас в этой части есть там два составляющие процесса, это Freed Intelligence, Freed Hunting, мы о них расскажем на своих площадках, поэтому я здесь не вижу никаких проблем, но предполагаю, что в случае с КАИ есть очень важное правило все-таки разделения сегментов, там, где оно требуется тем или иным регуляторными требованиями или соображения анализа риска. Спасибо. Артем Михайлович? На самом деле вопрос, он, с одной стороны, вроде простой, а с другой стороны он крайне глубокий, потому что разделять его надо на несколько частей, да, вот одна из них это, собственно, чем обмениваться и как обмениваться, не все, что, соответственно, к нам идет или чем мы должны делиться, имеет смысл, соответственно, туда отправлять по разным причинам, в том числе и политическим. Это первый момент. Второй момент, знаете, коллеги, а вот претензии могу направить и в вашу сторону, потому что, имея возможность посмотреть, как это продвигается, как-то такие инициативы продвигаются на международных площадках, в частности, на площадке Семьерного экономического форума, так там эту тему двигают, между прочим, совершенно не регуляторы, а двигают как раз компании, крупные компании, и они двигают это очень интенсивно, с огромным напором и с желанием иметь свой собственный интерес в этом процессе. Да, вот монстры индустрии, причем не информационные, совсем не информационные, а именно в индустрии реальной, они выходят на международные площадки с предложением давайте обмениваться, давайте формировать общее информационное поле, но, к сожалению, на этих площадках нету российских компаний, их там нету вообще, вот в обсуждении этой темы их там нет, они не присутствуют, то есть вы сами не формируете себе ситуацию, когда вы можете получать что-то от такого информационного обмена. В третьей части, да, значит, уважаемые наши западные партнеры, они на самом деле нас в таком информационном обмене не ждут, это тоже надо понимать, и, причем, они делают все, чтобы этот информационный обмен с нами был крайне скупой, я не говорю там за все отрасли, могу это сказать только на примере финансовой отрасли, инициативы, которые есть со стороны Российской Федерации у формирования такого обмена наталкиваются на глухую стину непонимания со стороны англосаксов, это, вот это, по факту это так, с другой стороны, мы имеем, я бы сказал так, уже фактически обязанность в формировании единого информационного пространства с точки зрения информационной безопасности в финансовой сфере между государствами, членами евразийско-экономического сообщества, и эту работу мы будем делать, в рамках этой работы, очевидно, вот такой информационный обмен, он возможен, и от него тоже можно будет получить достаточно хороший результат, но надо понимать, что это все-таки не все, не весь мир, и фиды, которые мы, а мы и сейчас получаем от некоторых участников евразийского сообщества кое-какую информацию, эти фиды, они не покроют все наши собственные потребности, поэтому с одной стороны, еще раз призываю участников нашего форума все-таки активнее, если вы хотите иметь международную позицию, активнее продвигать ее на соответствующих площадках и туда выходить, а с другой понимать, что мы все-таки находимся в очень своеобразной политической ситуации, и то, что мы можем делать, мы делаем. Сергей, я хотел бы немножко поспорить с Артем Михайловичем, или, не знаю, подать комментарии, ну, во-первых, 14 ноября на площадке Всемирного экономического форума Министерства иностранных дел и единственная российская компания Паузбербанк представляли интересы России по созданию международного сайбер-дефенс центра. Такая работа идет, да, мы там, пожалуй, единственная из компаний, кто работает, но я также знаю, что в подобных мероприятиях участвует и групп Айбэн, как поставщики фидов на международной арене, поэтому здесь на самом деле работа есть, но ее действительно не видно. Я бы еще хотел обратить внимание, что есть коммерческие подписки, и здесь я не вижу никаких ограничений в рамках вашей хозяйственной деятельности заключать соглашение обмене такой информации. Они есть как и односторонние, так и двухсторонние обмены, это уже все регулируется. И вторую составляющую это добровольный обмен. Вот добровольный обмен, да, действительно, он на сегодняшний день дает зачастую больше эффекта, чем фиды, но большие компании действительно, здесь соглашусь Артем Михайловичем, идут на такие коммуникации, почему? Потому что прежде всего, наверное, банки, телекомы, они страдают прежде всего в случае атак. Почему? Потому что одни дают инфраструктуру, у других деньги, и они находятся в общем-то таком тесном союзе в противодействии мошенничества. И я бы здесь хотел обратить внимание на такой уровень кооперации. Мы два года назад посещали в рамках программы банка ведущие центры безопасности в мире. И вот в одном из таком центров в Соединенных Штатах Америки мы видели крупного банка Fusion Center и были в его комнате, где стоят собственно системы управления. И вот на новом экране нарисовано в виде графических значков практически все известные IT-компании. Google, Microsoft, Oracle, Apple, чем-то мы их знаем. И там три цвета красный, желтый, зеленый. На вопрос зачем, что это? А он говорит мы мониторим их доступность. Зачем? Зачем мониторить все IT-компании мира? Ну вы что? Вы этого не знаете? Ну так слегка улыбнулись и говорят ну как же? Во-первых, это поставщики для нас обновлений. Если у них проблемы нет канала связи с ними, значит нам нужно уже какие-то действия предпринимать. Во-вторых, если у кого-то началась атака и мы связим через наши соки и поймем, что там эпидемия или вирус и дидос атака, это значит, что скоро прилетит и к нам. А почему? Ну потому что мы наблюдаем на протяжении длительного времени и знаем, что сами по себе атаки войти в киберпространство просто так не влияет ни на одну компанию. Вот это как пример уровня взаимодействия, коллаборации, обмена сообщений. Сергей, а у меня вопрос. Вот сейчас и на сегодняшнем форуме и вообще слышу очень много инициатив Сбербанка по международному взаимодействию, по построению своего центра мониторинга, по вы являетесь серьезным игроком в цифровой экономике в части информационной безопасности, а вот как вы видите вашу роль вообще на рынке информационной безопасности? Вы не знаю, поставщик сервисов, вы регулятор, вы вот как я ну просто я Сергей и в презентациях Сбербанка видел разные схемы устройства российской национальной системы кибербезопасности Сбербанк каковы ваши амбиции какую роль вы себе отводите вообще в обеспечении национальной безопасности? Ну я думаю основная задача Сбербанка это показать те проблемы которые не решаются по нашему мнению вот мы конечно постоянно находимся в дискуссии с регуляторами они часто у нас бывают мы к ним в гости приезжаем мы эти вопросы обсуждаем но есть области которые нас очень беспокоят потому что ну так словом сказать у нас 240 миллионов карточных счетов там несколько десятков миллионов активных клиентов и с учетом стратегии банка уйти в цифру любая проблема в киберпространстве для нас оборачивается даже не финансовыми убытками что конечно тоже имеет место быть а собственно волнениями в стране и беспокойством населения нашей страны вот есть области которые мы считаем можно было бы поправить улучшить и пытаемся эти идеи рассказать рынку рассказать сообществу объединить вокруг себя может быть специалистов чтобы эти проблемы решить все эти проблемы известны я их пользуюсь случаем повторю которые нас очень переживают очень волнуют прежде всего кадры очень приятно видеть на этом мероприятии такое количество специалистов кибербезопасности вот здесь вы сказали больше двух тысяч Сибербанке 1200 специалистов работают службы кибербезопасности поэтому вот моя команда и вы больше никого нет условно говоря спасибо когда я прошу прощения я вас перебью когда Сбербанк произносит слово кадры я уверен что у многих на этом рынке возникает определенная дрожь и волнение потому что Сбербанк является таким пылесосом кадров в части кибербезопасности все если посмотреть на нашу компанию регулярно многие сотрудники получают предложения с кратными зарплатами и Сергей может быть я там скажу резкость вы ведете сейчас на рынке такую достаточно сложную игру собирая с кратным увеличением зарплат всех лучших специалистов при этом я не вижу и вообще это большой вопрос а как мы кадры-то на рынке растим ну хорошо вы сейчас схантите я знаю сколько у вас открыто вакансии вы сейчас схантите пол рынка к себе а остальные что делать будут давайте готовить кадры давайте проблема почему мы с вузами работаем не хватает кадров мы решаем эту проблему коммерческим путем мы также работаем с вузами на сегодняшний день мы работаем с 7 вузами Москвы где у нас есть партнерские отношения где мы помогаем вузам готовить профессиональные кадры в принципе готовы там со всеми вузами работать но вот пока нас хватило только на 7 вузов проблема звучит очень просто безопасников не учат айтишников не учат безопасность в нашем понимании специалист в области информационной безопасности это эксперт в айти мало того что экспертов нет на выходе из вуза так еще и специалист безопасности очень на самом деле далек от информационных технологий и эта проблема она общая и не Сбербанк и не других компаний это вообще проблема страны потому что с этим надо что-то делать надо систему образования менять реформировать Артем Михайлович недавно мы общались с коллегами Иннополиса которые тоже в общем-то занимаются образованием в сфере подготовки кадровой инструкционной безопасности так они купили за очень большие деньги программы в международных вузах ну это же на самом деле да быстрый такой коммерческий ход правильный с точки зрения быстрого эффекта ну неужели мы не можем разработать эти курсы неужели у нас не хватает компетенции в стране в России где лучшие хакеры по оценке мира готовить этих специалистов что-то надо менять одна из проблем зарплата преподавателей ну все об этом знают я сам 10 лет в ВАУНКе преподал на его 8 кафедре я там работал там на пол ставки 2-0-5 у меня зарплата там смешная была сказать 5 тысяч рублей на 0-45 наверное ну и что-то такое да с Артемом Михайловичем на пару он тоже там я его видел мы друг друга там видели вот тем более Артем Михайлович то я работал в банке да Артем Михайлович везти я продолжаю там преподавать но у меня уже время нет я там не работаю два года вот и для того чтобы мужчина с хорошими знаниями значит получал 40 тысяч рублей и учил экспертов ну вот это же как бы неправильно с точки зрения рынка конечно такие кадры не будут находиться в наших вузах конечно мы сейчас да в вузах очень много программ которые рассказывают не о технологиях а об истории технологий которые были 15 лет назад Артем Михайлович мы сейчас проводим очень интересное исследование мы просто собрали со всех вузах программы подготовки прям почасовые хотим посмотреть все таки у нас есть образовательный стандарт почему при наличии стандартов при собственно понимании того чему нужно учить при том что что у нас слава богу мы живем в век открытых технологий стандартизации открытых стандартов интернет почему такое качество разное почему люди разные они думают по разному знают по разному и время на подготовку самостоятельную выпускника вуза той который мы хотим оно занимает годы до пяти лет поэтому существует проблема на рынке мы просто хотим взять кадры которые готовы решать задачи конечно мы будем их учить инвестировать в них но не пять лет но хотя бы полгода поэтому первая проблема это кадры я могу дальше Артем Михайлович у нас просто уже подходит время к концу давайте я сейчас каждому из наших спикеров дам по несколько минут по две минуты высказаться по тем проблемам которые мы озвучивали и Артем Михайлович давайте с вас начнем во первых вы хотели прокомментировать вопрос по кадрам и вообще на путстве рынка собственно по кадрам хотел продолжить вот эту вот линейку технологов не учат безопасности безопасность не учат технологов юристов не учат безопасности и безопасников не учат юридическим основам и так на самом деле целая линейка в этом смысле центральный банк тоже как не стоит на месте надо понимать готовят определенные материалы с точки зрения профессиональных программ профессиональных программ подготовки переподготовки Но реально сталкиваемся с ситуацией немножко другого плана. Даже не в количестве преподавателей, которые могут что-то готовить, а с точки зрения понимания того, что в каждой из отраслей есть определенная специфика, связанная с безопасностью. Наша специфика финансовая, она никаким образом не может быть применена, например, для атомной промышленности или атомной промышленности для ритейла. И вот таких вот тонкостей их очень много. Да, есть общие какие-то вещи, например, если человек знает межсетевой экран, ну и хорошо, ему без разницы, где он его знает. Но это специальность, которая достойна, в принципе, среднего специального образования, но никак не высшего. А есть те специальности, которые должны быть именно с высшим образованием, и они очень серьезно привязаны к отрасли. Вот это проблема, которую нам еще, честно говоря, предстоит решать и с Минтрудом, и, очевидно, с коллегами с ВСТЭК, которые у нас в стране отвечают за подготовку кадров с точки зрения информационной безопасности. Ну а, собственно, подводя итоги, все-таки я бы хотел сказать, что, на мой взгляд, СОК – это инструмент, но в этом инструменте должны быть, точнее, рядом с этим инструментом должны быть абсолютно правильные процессы. И, на мой взгляд, наша сила в объединении усилий, в обмене информации и в том, как быстро мы сможем применять ту самую информацию, с которой обмениваемся. Максим, в чем наша сила? Ну, собственно говоря, наша сила-то в людях, и, по сути, вот если мы говорим про импортозамещение, да, в технологиях, то люди-то наши, и что подготовим, то, что посеем, то и пожнем. Ну, а в заключение хотел бы сказать, что, вот такую мысль, абстракцию высказать, вот появились новые законы, да, новые требования. Это не значит, что государство хочет, чтобы мы все были там счастливы и здоровы, да, ну, абстрагируемся, хотим, чтобы витаминки принимали. Но лучшим способом для этого является, например, сок. Но это не значит, что от каждого из нас ждут изобретения своего собственного способа приготовления этого сока, и тем более его изготовления, да, тем более, что людей не хватит, да, и технологии бегут впереди нас. И я думаю, что через некоторое время мы с многими с вами встретимся в магазине. Кто-то придет за свежевыжатым у вас вкусом, кто-то в магазин около дома за пакетированным соком. Но так или иначе мы должны будем обрести вот эту реальную безопасность, реальный контроль, проактивное реагирование и действительно решить вопросы и безопасности в части государства, и надежности, и устойчивости каждого бизнеса в отдельности. Спасибо. Виталий Сергеевич, несколько слов в качестве резюме. Чего ждете от нас, от рынка? Что мы должны делать по-другому, чтобы противостоять? У меня, я вот не хочу за слова цепляться, но мне понравился ответ на вопрос, значит, на ваш, как вы себя видите в сфере информационной безопасности. Ответ одного из обладателей ресурса, критичного такого, мы видим показывать проблемы. Так вот, пока обладатель ресурса будет показывать проблемы, а не обеспечивать безопасность, это на уровне мышления вообще, в принципе. Мы ни законы, ни нормы, ни к чему не приведут. Наша основная задача всех – это обеспечение безопасности информационной, конечно. И вот все мы сейчас говорим с точки зрения законы, мы напишем все нормативные акты, мы примем еще кучу стандартов, требований и так далее. Но если в сознании тех людей, которые должны применять, не будет в качестве цели полагания обеспечения безопасности в соответствии с этими стандартами, а будет только, значит, их формальное выполнение, то никакие законы, никакие регламенты, никакие действия регуляторов, никакого эффекта к общей безопасности не приведут. Поэтому основная наша проблема, как мне кажется, это именно занятие безопасностью, именно достижение построенных целей с точки зрения обеспечения информационной безопасности. Сергей, одной фразой подведете резюме? Я опять вспомню ваш ролик, да, я думаю, что всем сообществам мы должны найти то лекарство для вашей мензурки, чтобы построить хорошие, эффективные соки. Спасибо. Игорь Федорович. Спасибо за предоставленную возможность. Я вот с Виталием Сергеевичем согласен. Конечно, никакие законы сами по себе не будут давать положительного эффекта и результата. Нужно, чтобы люди, которые живут в нашем информационном пространстве, понимали целесообразность и чувствовали необходимость в исполнении требований этих законов. Но я бы хотел еще раз вернуться немножко назад к вопросу о том, можно ли обмениваться информацией с иностранными партнерами, нужно ли это делать. Да, мы считаем, что это делать нужно и такую активность надо как-то развивать. Но в то же время я хотел бы обратить внимание всех здесь присутствующих, чтобы жить-то мы должны все-таки в правовом государстве. А правовое государство говорит следующее. Если вы внимательно читали 187-е сопутствующие законы, то информация о защищенности критической инфраструктуры отнесена к государственной тайне. Вопрос, он еще должен быть урегулирован, какая конкретная информация и в каком объеме она будет отнесена к государственной тайне. Но тем не менее это государственная. Это первое. И второе. Если вы почитаете 187-й закон, то там есть такая норма о том, что в рамках федеральной службы, федерального органа, отвечающего за создание и функционирование госсобки, создается национальный коррекционный центр по компьютерным инцидентам, одна из функций которого – организация и регулирование вопросов обмена информацией с иностранными партнерами. Это вот то окно, через которое мы должны выйти в мир, можем выходить в мир. Я хотел бы, чтобы это было понятно всем. Друзья мои, у нас следующая, дальше будет отдельная сессия, посвященная госсобке. У меня есть много вопросов, мы все их давайте туда унесем. И позицию ФСБ в этой части очень хочется конкретизировать. Олег, скажи, пожалуйста, сегодняшняя дискуссия, сегодняшнее наше панельное обсуждение. Насколько ты удовлетворен, получил ли ты ответы на свои вопросы? Ты знаешь, на самом деле в этом зале, на этой сцене сейчас два человека, которые могут с собой лицетворять разочарование. Это ты и я, потому что только мы знаем, какое количество вопросов мы не успели вместить в эти полтора часа отведенные. Но вы же знаете, главная задача модератора – это не вопросы, это не спикеры, а это вовремя выйти на кофе-брейк. Визуализация успеха, я считаю, она перед нами. Зал не сильно поредел. Люди как стояли в начале по периметру, так и стоят. Значит, наверное, мы были им интересны. Мы не успели обсудить вопросы промышленности. Мы не успели обсудить вопросы, связанные с тем, как один сок заменить на другой. Непонятно остался вопрос, какие ждать от кого требования по управлению, мониторингу бизнес-процессами. Но есть масса вопросов, которые идут на следующую панельную дискуссию и прочее, прочее, прочее. Организаторам на заметку, скорее всего, это говорит о том, что следующий сок-форум должен быть двухдневным. Уже не умещается ни по количеству, ни по времени. Что касается меня лично, ты знаешь, я очень боюсь быть слушателем докладов регуляторов. У меня есть одна проблема. Как правило, в рамках одного предложения я все понимаю слова и весь смысл. Но два соседних предложения поженить в один смысл я могу не всегда. Вот сегодня мне это получилось. Коллеги, я вас слушал с интересом, и мне кажется, я вас понимал. Другое дело, что ваши ответы, они требуют продолжения. И за это вам спасибо за подпитку интриги. Да, Олег. Жанр такой. Конечно, ровно мне очень понравилась сегодня, лейтмотивом проходила мысль, что информационный обмен между соками, информационный обмен между частным бизнесом и государством, информационный обмен между нами, профессиональным сообществом является залогом возможности противодействия современным вызовам, современным угрозам. И площадка сок-форума ровно для этого и предназначена. Для обмена мнениями, для обмена информацией. Коллеги, на этом я хочу нашу пленарную дискуссию закрыть. Давайте поблагодарим наших уважаемых спикеров, регуляторов.